Фактор геоэкономической борьбы в ЕС заявили об использовании России энергоресурсов для проецирования силы 16 октября 2019 года, 7 часов Кирилл Горшенин Россия использует свою обеспеченность энергоресурсами и несимметричный характер отношений с бывшими советскими республиками для достижения своих внешнеполитических целей Об этом говорится в докладе аналитического центра Европарламента, с текстом которого ознакомился При этом европейские аналитики напоминают, что США активно выступают против Северного потока Между тем в Москве не раз предостерегали от попыток политизировать проект газопровода Исследовательский центр Европарламента изучил современные тренды мировой торговли, чтобы выяснить, как геополитические факторы влияют на экономические отношения Между странами Отдельное внимание исследователи центра уделяют влиянию России В частности, речь идет о том, что Москва использует инфраструктуру как средство проецирования силы Контроль над объектами инфраструктуры – один из важнейших приоритетов на восточноевропейском направлении Россия использует свою обеспеченность энергоресурсами, а также несимметричный характер отношений, сложившихся у нее с бывшими советскими республиками в области поставок, для достижения внешнеполитических целей Вопрос о выборе трубопроводов и стран, через которые им предстоит проходить, стал фактором геоэкономической борьбы, разворачивающейся в данном регионе, полагают аналитики Европарламента В то же время, как указывается в документы, Украина разорвала многие связи с Россией, но хочет сохранить сборы от транзита российского газа Более того, в европейском докладе отмечается, что Россия причастна к взлому американской энергосистемы При этом авторы доклада ссылаются на публикацию The New York Times Где со ссылкой на неназванный источник сообщалось, что Россия якобы установила вредоносное программное обеспечение, способное деактивировать американскую систему энергоснабжения В этом контексте европейские аналитики напоминают, что США активно выступают против северного потока 2. Отмечается, что проект является прямым конкурентом Соединенных Штатов, которые пытаются реализовать собственный газовый потенциал на европейском и азиатском рынках Однако в Москве не раз подчеркивали, что Соединенным Штатам следует прекратить попытки политизировать северный поток 2. Который является чисто коммерческим проектом Также по теме чисто геополитическая ситуация В России не исключили строительство северного потока 2. В обход Дании российские энергетические проекты, в том числе северный поток 2. Призваны диверсифицировать маршруты поставок топлива в Европу Кроме того, Россия готова подписать с Украиной договор о транзите газа в ЕС в соответствии с европейским законодательством Если Киев до конца года успеет принять соответствующие нормы, заявил в начале октября президент РФ Владимир Путин Если же этого времени украинской стороне не хватит, то Москва может на год продлить существующий контракт, добавил российский лидер Против проекта российского газопровода, по сути, выступают только страны Прибалтики и Польша, заметил в беседе С.А.Т.И. директор фонда энергетического развития Сергей Пикен Северный поток 2. Коммерчески выгоден, и об этом говорят те страны, куда непосредственно будет поступать газ Германия, как самая крупная экономика Франция и Австрия, как центральные европейские государства А кто выступает против? Прибалтика и Польша Прибалтика, потому что она всегда против любой российской инициативы Польша также политически ангажирована и боится за транзит, который идет из Белоруссии в сторону Германии Больше никаких заявлений со стороны европейских государств не звучит Остальные либо занимают нейтральную позицию, либо выступают за Северный поток 2. Объяснил эксперт Очередной миф о коварных происках Кремля Как утверждается в докладе исследовательского центра Европарламента Помимо энергоресурсов, Москва якобы пытается использовать кибервозможности и пропаганду для подрыва западных демократий Москва неоднократно отвергала подобные обвинения Как подчеркнул в беседе S.R.T. заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк Такая позиция выгодна Евросоюзу, так как она позволяет отвлечь внимание от собственных ошибок Это очередной миф, который пытаются укоренить в сознании, что внутренние кризисы и противоречия в Европе не следствие ошибок Брюсселя в сфере внутренней политики, а коварные происки Кремля, отметил политолог Также по теме антироссийский тренд В ЕС призвали разработать стратегию борьбы с дезинформацией со стороны РФ В Евросоюзе призывают разработать методы борьбы с российскими стратегиями дезинформации В предложениях по резолюции, с текстом Всевозможные столкновения и политические акции они хотят списать на внешний фактор, подчеркивает эксперт Якобы Россия пытается с помощью СМИ, социальных сетей, хакеров подорвать эти самые демократические институты Это очень удобно, потому что внутри ЕС стали очевидные глубинные противоречия и та самая солидарность, которая была еще совсем недавно, теперь трещит по швам При этом Россия не единственная страна, использующая, по мнению европейских аналитиков, инфраструктуру для проецирования силы Они считают, что Китай тоже пытается с помощью своего экономического потенциала влиять на другие страны В пример приводится Азиатский банк инфраструктурных инвестиций, АБИ, который, по словам аналитиков, используется Китаем для создания институциональных инфраструктур на территории Евразии Не факты, а мнения По мнению политологов, обвинения Москвы в антидемократической деятельности связаны с желанием изолировать Россию, не позволить ей участвовать в международном диалоге В этих условиях тезисы о подрыве демократии институтов, видимо, создаются с расчетом на то, что тема сотрудничества с Россией станет настолько токсичной, что ни одна страна, которая ценит демократические ценности, с Россией сотрудничать не будет, считает Никита Данюк Он подчеркнул, что бездоказательные обвинения в адрес России в конце концов приводят к политическим решениям, жертвами которых зачастую становятся сами европейцы В этом и смысл подобного рода обвинений, которые уже не нужно доказывать Это специальное создание такого информационного фона, в рамках которого никаких доказательств и фактов не нужно Такие обвинения всегда основываются не на фактах, а на мнениях В итоге они становятся основой для нормативно-правовых актов, изменения законов, увеличения бюджетов на противодействие Москве, заключил эксперт Атлантический совет Организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 25 июля 2019 года